перед интенсивного добре и когда вот это а это еще не вся статья и вот это вот если все прочитать прочитать я не буду читать потому что разбежитесь скажете а можно себе представить что вот это все человек который посадился каждый год и все это кормит 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 мало того что кормит он копает канавки глубиной 15-20 сантиметров знаете сколько он корней на это да еще их вот так одна пятьдесят семь сантиметров отступил по 50 это полметра наступил полметра канавку наступил кормит канавку и после того взять в эти борозды налить раствора вот это вот видите раствора и закопать канавки а впереди зима и вот в этой зимой корни замерзут самое святое дёрн был уничтожен вот они представляете это площадь канавок глубина канавок трутят все мозги-то только для того чтобы статью нам попарить да и наконец скважины колодцы делают садовым буром вот 10 большого количества мелких корней по границе кроны вот она глубина заполняется крупным песком мелким всем не говорят зачем ведь держишь дальше донатуре вот это я попросил то мы выпала троценко я попросил сделать мне специальные рисунок вот это корни до деревья разу специально сервер корень вот это обычно абрикосы продлежит вот это вот как правило сливе принадлежит атакой продлежит еще это самое который расползается это уже корневый отводок и поняли дальше да вот это вот это вот предлагается сделать скважины колодцы вот в этом месте будет все заморожено как этого не понимать и когда вот это вот люди начитались а им надо целые фильмы создавать и вот наши любимые феи с телеканала бобер не к ночи быть вспомнят и сейчас через эти трубы вкопают их возьмут саженец вот он копают трубы больше нехер заняться и нас научить и будут по ним воду туда подавать сверху палить нельзя а что надо чтобы вода попала вот сюда видели вообще стержня корни пьют берут воду отсюда вот у меня уже продолжается засуха два месяца вот где-то посыпались немножко персики у них размеры не те плоды в смысле абрикосы держат огромное количество плодов и не сыпется и без полива поэтому потом а пока говорю вот здесь вот с помощью червячих ходов вот еще каких-то специальных этих тут же мне почва неоднородно сюда свежу попадает вода и вот это им на хрен не нужно вот и еще совет меня разберу я просил это брату говорю ладно разберем смотрим дальше подождите пока влага питается но потом подсыпайте грудь чтобы корневая шейка стала с того уровня гроза примерно 30 лет если ты знаешь что такое корневая шейка то ты должен знать что корневая шейка генетически расположена между штампом и корнями генетически генетически то есть ее невозможно ни выше ниже моя уже критиковал помните она сама найдется где захочет нет она просто расположена это идеальное дерево это абсолютно здорово дерево если находится на границе земле-воздух а вот это вот дырь они же три сантиметра а может быть в сантиметрах двух уже корни я показывал же корни идут а зачем три сантиметра уже трудно было пометить вот так вот